Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Лестница в небо». Программа, в которой мы обычно говорим о православной вере и о жизни православной церкви. Всех, кто хоть раз читал Евангелие, помнят эпизод, когда по призыву Спасителя его ученик Петр идет по воде. Наверняка вы читали или слышали об удивительных случаях, когда тяжело больной человек со смертельным диагнозом внезапно, чудесным образом встается до болезни. Или вот встречались с такими случаями тоже совершенно исключительными. Человек в опасности, в тяжелых обстоятельствах. Вдруг после краткой молитвы, даже неумелой молитвы, он получает какую-то чудесную помощь. Происходит то, что вот в одном церковном песнопении звучит так. Побеждаются естества уставы. Одним словом, мы сегодня поговорим о чудесах и о том, как к чудесам, к чуду относится православная вера, православная церковь. Говорить мы будем сегодня, как обычно, с нашими гостями, которых я с радостью представляю. Это ученый-секретарь Киевской Духовной Академии, протеарей Василий Яковчук. Богослов Руслан Калинчук. И третий наш коллективный гость – это представители православных приходов Киева и Украины. Я вас приветствую, друзья. По традиции начнем с евангельского текста. Настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали, место здесь пустынное и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи. Но Иисус сказал им, не нужно им идти, вы дайте им есть. Они же говорят ему, у нас здесь только пять хлебов и две рыбы. Он сказал, принесите их мне сюда. И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, возрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики – народу. И ели все и насытились, и набрали оставшиеся кусков двенадцать коробов полных. И вот мой первый вопрос связан именно с чудесами. Как наша церковь, как наша православная вера относится к чуду? Что такое чудо с точки зрения православной веры? Слава Иисусу Христу! Действительно, если каждый верующий человек задать вопрос, что такое чудо, мы можем почути очень много ответов на это вопрос. И думаю, каждый верующий христианин даст свое визначение этому понятию, в зависимости от своего вихования, своего ступени воцерковленности. Но, например, святитель Дмитрий Ростовский говорит о том, что чудо – это то, что выше природы. И в данном случае с святителем нужно погодить, потому что Господь совершает то, что победит природные законы. И тут первое, что нужно отметить, что, на самом деле, Господь не изменяет природные законы, а только на некоторый час их изменяет. И действительно, тут мы можем привести очень много примеров этого писания. Например, чудо с трома отроками в Вавилонской пачке, когда мы видим, что воины по приказу царя Навухода Носора кидают трех отроков в печь, и огонь не опаляет трех отроков, но те воины, которые кидали их, они падают от мертвых, от силы огня. То есть, в данном случае мы видим, что Господь только на некоторый час остановит действие полумья по отношению к этих отрокам. И еще, что очень важно, что Иисус Христос, когда совершил свои чудеса, Он, в данном случае, пытался не порушить порядок, а, наоборот, чтобы исправить тот порядок, который был порушен в результате грехопадения. Какие чудеса совершил Иисус Христос? Он стилился от хвороб. Хвороби – это наслідок греха. Он воскрешил мертвых. Смерть – это наслідок греха. Иисус Христос выправлял страждание людей. Страждание – это также наслідок греха. Таким образом, Иисус Христос, когда совершит чудеса, Он повертает человека до того состояния, который был в раю. Дякую. Руслан, Вы хотели что добавить? Пожалуйста. Очень интересный урывок из Евангелия мы слышали. Мне вспомнились слова блаженного Августина, который сказал, что нас удивляет чудо умножения хлебов, но мы не удивляемся чуду возрастания хлебов. Потому что и умножение хлебов, и возрастание самого хлеба подаются Богом, одной и той же рукой. Поэтому мы можем сказать, что слово «чудо» – это вообще такое слово из лексикона, скорее, атеистов. Потому что им мы можем, скорее всего, только описать присутствие Бога в жизни человека. А присутствие Божие в нашей жизни – это и есть самое, что ни на есть естественная вещь. И как сказал уже отец Василий, мы часто слышим о том, что чудо – это что-то такое, что перечеркивает законы природы. Но законы природы установил сам Господь. И Господь не отменяет своих же установлений. Поэтому действительно мы можем сказать, что чудо – это то, что, скажем так, превосходит тварную природу настоящего мира. То есть, простой пример. Если мы возьмем глину, она в природном состоянии может либо затвердеть, либо превратиться в прах. Но если эта глина попадет в руки художника, то есть, если эта глина попадет в руки гончара, то он может слепить с нее скульптуру, какой-то шедевр. Но сама по себе она без творческой воли художника, она сама по себе ни во что превратиться не может. Поэтому Господь иногда для того, чтобы в каких-то моментах кризисных, тогда, когда грозит какая-то опасность, Господь действительно может сотворить некоторое чудо. Но чудо – это то, что превозвышает законы природы. Я понял, да. Очень важный момент, дорогие друзья, сейчас я хочу его подчеркнуть. И отец Василий, и Руслан говорят о том, что Господь – хозяин всех законов, о самих творец. Вот я хочу обратить ваше внимание именно на это. И еще отец Василий упоминал о трех отроках. Для тех, кто еще не очень хорошо знает Священное Писание, я скажу, что это те отроки, которые были действительно брошены в огонь. И они не сгорели в огне, потому что обратились к Господу, воспевали его. Они находились вроде бы в огне должны были быть, огня не было. Они были в таком особом совершенно положении, что даже роса их рошала, потому что они обращались к Творцу Вселенной и даже воспевали в этот момент. Я обращаю на это внимание ваше. А вот такой момент, который часто возникает в разговоре о чудесах. Ну, что греха даете? Многие наши знакомые спешат приложиться к иконе, к мощам святого. Прийти к святое место – это замечательно, ничего в этом плохого нет. Но вот вопрос мой такой. Кто совершает чудо? Это икона? Эти мощи или кто-то, или может быть сам Господь совершает? Вот мой вопрос. Кто совершает чудо? В данном случае тут нужно пояснить, что чудеса совершаются от трех сторон. Можут совершиваться от трех сторон. Можут совершиваться от Бога, от дьявола и от человека. При этом каждое чудо, каждое явище, которое совершается от каждой сторони, нужно объяснить. Если мы говорим о том, что это вопрос, отвечая на ваши вопросы, то тут, конечно, нужно сказать, что чудо совершается при определенных условиях. И очень важно, чтобы чудо совершается только тогда, когда человек приходит с верой в Бога, с упованием на Бога. И только тогда совершается чудо. Это очень важно. Так, так, дякую. Мы еще поговорим. Будь ласка, я прошу, будь ласка, продолжите. Единственное, напоминаю, мое вопрос. Кто все же таки, кто создает чудо? Кто сам? Конечно, по вере человека, совершает чудо Бог. Бог. Вот, вы что, запрещаете, Руслан? Нет, разве что дополню. Вот мы, наше утверждение о том, что мы можем обращаться к святым за помощью, да? Да, основано на словах Христа, который сказал, что Бог не есть Богом живых, не есть Богом мертвых, но Богом живых. То есть, я могу попросить о молитве любого живого человека, да? Но мы же веруем в то, что человек даже, когда он отходит от нас, он не умирает, то есть, он продолжает жить. Поэтому мы можем обратиться к тому человеку, кто засвидетельствовал своей жизнью, своей правильной жизнью, свою же святость. И поэтому мы можем его попросить о том, чтобы он просил о том же, о чем просим и мы. То есть, ну, просто, вот дело в том, что обращаются с одной и той же просьбой просто двое людей. То есть, обращаемся мы и обращается святой. Но обращаются оба к Богу. Что касаемо икон, то у Иоанна Дамаскина, который, как мы знаем, был одним из апологетов почитания икон и мощей, он однажды определил таким образом, зачем это нужно человеку. Что человеческий ум слишком приземленный для того, чтобы самостоятельно вознестись. То есть, нас слишком давят наши мысли и наши переживания о какой-то нашей повседневной жизни. Поэтому нам нужен всегдашний символ, который нам будет напоминать о чем-то, кроме каких-то наших собственных мыслей. То есть, для этого нам нужна икона и для этого нам нужны мощи. То есть, для того, чтобы мы вспомнили о том, что мы сейчас стоим в присутствии личности, которую мы не видим, но, тем не менее, она с нами и мы можем к ней обратиться, можем общаться. Очень важный момент. Очень важный момент. Вы немножко опередили мой следующий вопрос. Это очень важный момент. Но я хотел... Мы сейчас с него вернемся. Но у меня еще был один вопрос, подводящий к нему. В Евангелии мы видим, как Господь совершает разные чудеса в разных ситуациях. И в жизни, когда речь идет о чудесах, вот один вроде бы такой безбожий, с ним произошло чудо какое-то. Я сейчас... Я сейчас... Я сейчас пойду, к чему я веду. Лазарь был воскрешен. И я сейчас скажу аккуратно такое. У этого чуда одна цель. У Господа цель, конечно. Господь определяет цель. Но какая-то цель у этого. А у пяти хлебами другая. К чему я веду? Вот такой вопрос. Чудо, конечно, всегда от Бога. Но согласитесь вы со мной, что оно имеет как бы разную направленность. Для вот этого Господь дал чудо, для того, чтобы было так. А этому иначе. Вот если можно, буквально два слова об этом. И очень важно сказать про то, что каждое чудо имеет моральный аспект. Это очень важно. Потому что Господь не творит чудеса для того, чтобы показать певное шоу. Иисус Христос творит чудо для пользы каждой конкретной человек. Иисус Христос творит чудеса. Мы не рассуждаем по поводу зачем. Мы, может быть, потом как-то узнаем. Что вот, мне тогда было явлено чудо, чтобы я вразумился. Согласитесь ли вы со мной. А вот еще такой вопрос, тоже подводящий к тому теме, которую Руслан поднял сейчас. Часто спрашивают, есть ли чудо только от Господа. А почему мы просим апостола? Почему Богородицу прежде всего просим? Мы просим Богородицу. Мы просим ангелов. Мы просим святых. Так, вопрос. Так, они совершают, это особые люди, которые все-таки совершают чудо? Или же, ну вот, или это просто ритуал? Вот это такой интересный вопрос. Руслан, пожалуйста, если можно. Если позволите, приведу вам аналогию. Да, да. Ну, представьте себе, что вы работаете на заводе, который строит ракеты. Там каждая втулка, каждый болтик, каждая гайка, она стоит, не то, чтобы, может, вашей зарплаты, но там, с одни квартиры, да? И вот представьте себе, что вы по своей вине какую-то из этих деталей просто испортили. То есть вы принесли ущерб на тысячи, возможно, и на миллионы, если не какой-то, не причинили какой-то вред, даже, возможно, там, безопасности страны. В идеале, как должен отреагировать на ваш поступок директор завода? То есть понятное дело, что человека, который причинил ущерб заводу, он заслуживает увольнение, да? Но согласитесь, что одно, если вы лично попросите директора о том, чтобы он вас не увольнял, но если за вас походатайствует коллектив и попросит, мы возьмем его на поруки, мы поможем ему, мы будем вместе с ним работать, он исправится. А согласитесь, а если бы на вашу сторону стала мать вашего начальника, да, то есть и сказала бы, ну ты знаешь этого человека, он с таким настроением плохим с утра устал, у него больной ребенок, у него, знаешь, такие проблемы, не выгоняй, дай ему еще один шанс. Вот где-то такое же отношение, это, конечно, очень упрощенная схема, очень упрощенная аналогия, но где-то вот такими должны быть наши отношения. Очень правильно, дорогие друзья наши, дорогие наши телезрители, спасибо за сказанное, я только тут еще от себя добавлю буквально два слова. Богородица находится близко к Богу, она может просить своего сына, и мы православные это знаем, потому и молимся к ней, чтобы она заступила за нас, поэтому мы называем ее заступницей, так же. Ангелы тоже близко ведь, и святые люди, которые сейчас уже не здесь, церковь их канонизировала, призналась святыми, они тоже наши заступники. Алгоритм, я употреблю такое слово, алгоритм, то есть последовательность такая, я обращаюсь к Матери Божией, которая рядом со своим сыном, и которая может просить, батюшка, я ничего не перепутал, нет, все нормально. Я только хочу добавить, уточнить один момент, что Иисус Христос совершает чудеса своей власной силой, Божа Мата и святые апостолы, святые совершают чудеса в имя Иисуса Христа, силой Бога. И приклад хочу привести из книги «Деянн святых апостолов», где говорится, в третьей главе, рассказывается про то, как апостол Павло и апостол Иоанн Богослов идут до храму, и біля храму бачать хворого человека, хворого человека, которая от народа не может ходить, и просить подъяння, чтобы апостоли дали ему деньги. Апостол Петро говорит, что деньги у меня нет, но я даю тебе только то, что я имею. В имя Иисуса Христа из Назарета повелеваю тебе, встань и ходи. Тобто, Він совершает чудо в имя Иисуса Христа из Назарета, а не в своей власной силой. Дякую. Абсолютно так. Я, опять же, еще поддерживаю то, что сказал отец Василий. То, что говорил сейчас Руслан, напомню, что в Евангелии от Иоанна Христос прямо говорит, без меня не можете творить ничего. Это слова Бога к нам обращенные. Без меня не, и, естественно, и Богородица, и апостолы, они творят во имя Господа. А может ли быть чудо не от Бога? Вот такой вопрос. Часто спрашивают, и в социальных сетях, и наши зрители иногда спрашивают. А может ли чудо кто-то сотворить, а это будет чудо не от Бога? Вот такой вопрос, пожалуйста. Так, я уже просто згадував цей момент, так, и сказал про то, что действительно чудо творит Бог, да, и чудо бувают от Бога, бувают чудо зі сторони диявола, да, які звершуються его силою, яку он мает, и Господь их попускает. Господь дозволяет творить чудо дияволу в деякій мірі, да, стримуючи его дію в цьому свиті. Ну, вот, значит, таким образом, лукавый, у него разные имена, лукавый, нечистый, сатана, он просто-напросто имитирует чудо, Господь ему разрешает это сделать. Господь знает для чего. Это его воля, он знает. Вот он ему разрешает, ну, хорошо, сделаю, но это всегда, это обман. Ведь это же, в принципе, обман, а от того, как мы на этот обман среагируем, вот дальше уже двигается наша духовная жизнь, скажем, не надо было верить лукавому, надо было верить лукавому. Вот Господь распоряжается всей нашей жизнью, в том числе, может попускать и чудо не от себя, да, ну, скажем так, я ничего не... канонически все правильно произнес, да? Мы даже знаем из апокалипсиса касательно вопроса каноничности. Апокалипсис пишет, что тот, кто назовет себя именем Христа и придет перед концом мира, что тот сотворит очень большие чудеса, что и огонь с неба изъедет. О, спасибо, что вы напомнили, да. Тот будет прельщать чудесами. Да, да, вот, дорогие друзья, вот Руслан сейчас напомнил, что в книге Апокалипсиса говорится о том, что антихрист, то есть который придет вместо Христа, будет выдавать себя за Христа, да, в конце мира, он творит чудеса, будет, да, но это будут чудеса, лукавые чудеса, да, он будет отворить. Спасибо, давайте сейчас по первому блоку подведем небольшой итог. Итак, чудо – это вмешательство, всегда вмешательство божественного промысла, божьей воли в нашу жизнь. В чуде часто, почти всегда, всегда присутствует такой момент, Господь приостанавливает на время какие-то законы, которые он сам установил, он законы сам установил и сам их может остановить. Третье – всегда чудо от Господа исходящее, оно нам во благо. Вот, и, пожалуй, вот, подведем здесь, проведем здесь такую черту и двинемся дальше. Вера и чудо. Вот, поговорим сейчас об этом. Дорогие друзья, представьте себе, что вы у кого-нибудь, какого-то вашего начальника, предположим, да, пришли к нему на прием или к своему другу с просьбой, и вы просьбу изложили, а потом ему такое говорите, я, конечно, сомневаюсь, что вы мне или ты мне сделаешь, но вряд ли же ты мне поможешь. Но я все-таки тебя прошу. Вы вряд ли получите то, что вы просите, да, потому что это такая лукавая просьба. То же самое, обращаясь к Богу, мы должны, несомненно, верить в то, что Он может дать то, что мы просим, если нам это полезно, если нам это полезно. Я не зря вот сейчас завел об этом разговор. Второй наш блог, мы поговорим о вере и чуде, и сейчас в связи с этим еще раз услышим фрагменты священного писания. Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему, и говорит им Иисус, веруете ли, что Я могу это сделать? Они говорят Ему, ей, Господи. Тогда Он коснулся глаз их и сказал, по вере вашей да будет вам. И открылись глаза их. Вспоминая вот чудо обесцеления слепых и другие чудеса, всегда ли чудо происходит по вере? Вот такой мой первый вопрос в этом блоке. Всегда ли чудо по вере происходит? Если мы будем читать Евангелие, мы увидим, что фактически в большинстве случаев чудеса Иисусом Христом завершаются после того, как Он выявляет веру в того, кто просит простиления. Або бывает так, что чудо завершается по вере друзей, например, когда они приносят расслабленного, приносят до Иисуса Христа. И в Евангелии сказано, что по вере друзей Иисус Христос стилюет этого расслабленного. При этом тут нужно зауважить, что Иисус Христос, какие чудеса завершаются не всегда, когда человек прямо заявляет, что она верит в то, что Иисус Христос может это завершить. Но тут нужно сказать, что Иисус Христос является тем, кто видит сердце человека. Иисус Христос видит, что человек действительно в глубине своей души является верующей, и что это чудо, которое будет завершено, будет корисным для него. При этом тут очень важный момент, что мы должны различить момент вернения человека до христианства, до христианской церкви и перебивания человека в церкви. Потому что чудеса завершаются для неверующих людей, чтобы вернуть их до церкви. Для верующей люди фактически чудеса не нужны, потому что для нее важливое учение Иисуса Христа, и, согласно этого учения, она будет жить, облаштовывать свое життя и будет спасаться. Поэтому фактически для верующей люди чудеса не нужны. Чудеса нужны для тех, кто еще не поверил в Бога, и для тех, чтобы они пришли до церкви. Спасибо. Вы что добавите? Да, разве что дополню. Действительно, как сказал Отец Василий, для Господа первоочередным мотивом является наше спасение. То есть спасение наше должно заключаться в том, что, получив чудо, человек не сразу же отбежит от церкви и забудет, но что изменится его жизнь. То есть он нравственно усовершенствуется. Для него важным станет общение с Богом в таинствах церковных. Как сказал Отец Василий, действительно, в Ветхом Завете мы даже видим, когда Господь совершает чудеса для неверующих. Вот, скажем, вдова Исарепты, сына, который воскресил пророк, она после того, как увидела воскрешение собственного сына, она к пророку сказала, теперь я верую, что ты человек Божий. Наоман, сирийский вельможа, которого пророк тоже исцелил от проказы, он сказал, что сейчас я понял, что нету Бога нигде, кроме Израиля. И впоследствии в 4 книге царства мы встречаем момент, когда Наоману надо было помочь царю свершить жертвоприношение. То есть он должен был помочь царю в храме языческого Бога. И Наоман испугался. То есть он побоялся того, что проказа может к нему вернуться. То есть если он войдет в храм языческого Бога, если он сломает, скажем так, тот союз, который привел к тому, что он исцелился от проказа. То есть в первом и в другом случае мы видим то, что человек даже не верующий, но он так поразился тем, что Бог сделал, что изменил в корне свою жизнь. И вот эта способность, если Господь прозревает, что человеку вот это надо для того, чтобы он изменил свою жизнь, вот это и служит основанием, ибо это и есть человеку о спасении. Здесь мы подчеркнем этот момент, дорогие друзья, что Господь, который всеведец и сердцеведец, он человеку, даже пока что не пришедшему к нему, он чудом показывает. Вот я Господь твой, вот я всемогущий, обратись ко мне, приди в мою церковь. И вот тут мы сейчас плавно подходим к моему следующему вопросу. Есть у нас такие зрители, у меня и знакомые, да и у вас такие есть, которые говорят, ну вот вы толкуете, Руслан только что рассказывал о том, как пророк Илья воскресил Отака, да? Это все же когда было, 3000 лет, там, 3500 лет назад. Часто мне приходится слышать такую мысль. А чудеса в прошлом. А вот сейчас никаких чудес нету, в современном мире никаких чудес нету. Вот что бы мы могли бы здесь возразить, и может быть сразу же на каким-то примером, может быть, перейдем. Есть в современной жизни вот сейчас чудеса? Конечно, конечно, чудеса есть, и самым главным чудом есть те, когда происходит изменение человека. Потому что очень много людей, продолжая нашу разговаривание, что человек хочет очень быстро получать результат, и приходя к храму, совершая молитва, приступая к церковным танцам, к словам и причастям, человек хочет быстро получать результат. И когда она этого результату не получает, когда Господь не отвечает на ее молитву, потому что понимает, что это будет не полезно, в данном случае, там, сциление этой человеке и так далее, Иисус Христос не посылает, не дает этого человека. И человек что делает? Она отходит от церкви, она лишает церковь, потому что не получает быстрого результату, забывая про то, что главным чудом в этом мире есть перемена сведомости, когда человек действительно действительно правильным христианином, а не только по названию своему, что я приходу к Богу только тогда, когда мне это нужно. Бог – это не та книга, которая стоит на полиции, и мы ее берем только тогда, когда нам это нужно. С Иисусом Христом нужно построить именно сыновые отношения, как своим родным отец, доверяя ему свое житие, а не построить торгово-финансовые отношения. – Спасибо большое, отец Василий. Пожалуйста, Руслан, если можно, так плавно переходим к каким-то примерам. – В этом плане можно привести даже еще два евангельских отрывка. То есть мы помним, что богач, который оказался в аду, он просил Авраама, чтобы он послал Лазаря, чтобы Лазарь предупредил его сродников, то есть его братьев. И Авраам сказал, имеют Моисея, и пророков доверуют. И богач упирается, он говорит, что нет, ну это то, о чем вы только что сказали, это было давно, то есть это написано, это понятно. Но вот если кто-то к ним придет и вот скажет, на что Авраам говорит, если пророков не послушали, то и его не послушают. – Ну да. – То есть человек… – И даже если кто-то из мертвых придет. – Да, если кто-то из мертвых придет, и все равно не поверит. Вы сейчас о безверии еще поговорим. – И вот другой момент мы же наблюдаем уже в Евангелии, когда Христос и знал Бесноватого. И ведь пришли фарисеи и сказали, с силой Вильзевула. То есть они увидели четкое действие силы Божьей, четкое действие. Но они все равно в этом не хотели видеть чудо, именно чудо Божьего. Они все равно это извратили. То есть поэтому и человеку, если человек говорит о том, что ему нужно для веры чудо, так оно ему не дастся, потому что он его не видит. – Это немножко забегаем вперед. А вот я все вас подвожу к тому, что давайте приведем нашим зрителям примеры. Ну, я начну сейчас. Когда не в три тысячи лет назад произошло, не две с половиной, не две тысячи. А вот сейчас. Я читал воспоминания одного фронтовика, который говорит, что где-то уже в 45-й год, они попадали в страшнейшую бомбежку с товарищем, сидят в подвале. По-моему, там уже из подразделения вдвое осталось живых. И вдруг появляется пожилая женщина и говорит им, вот этим ходом, лазом каким-то, немедленно отсюда уходите. Немедленно уходите отсюда. Они говорят, кто ты? Она говорит, я Ксения Блаженная. Вот просто одетая женщина. И это была Ксения Петербургская. Потом эти люди спустя годы, тогда они были мальчиками, спустя годы, прошли годы, они узнали житье Ксении Петербургской. И это она к ним пришла и им сказала уходить, потому что это место тут же размобили, как только они ушли. Вот пример уже 20-го века, предположим. Может быть, еще какие-то примеры. В вашей жизни были какие-то примеры. Когда вот чудо, вот реально, скажем, чудо. Сейчас я свой пример держу тоже. У меня есть мой личный пример. Но я вот хочу немножко попозже рассказать его. Какие еще чудеса вспоминаются? Вот современные. Мы перед эфиром с отцом Василием говорили о том, что я рассказывал историю о том, что в храме, где я причащаюсь, Космейдамиана Римских, при институте рака, там у нас есть надвратная икона Почаевской Божьей Матери. У этой иконы есть история. В институте рака лежала мама с сыном, и у сына был тяжелейший диагноз – рак мозга. И врачи отказались его лечить, потому что любая опухоль в голове, она очень сложно операбельна. И фактически врачи выписали сына домой умирать. И мама прибегла, наверное, уже действительно к последнему тому способу, который всегда остается у человека, когда он испробовал все земные способы. Я строго, Антоний Добова, да. Когда он использовал все способы и все методы, он прибегает в церковь. И вот эта мама забрала сына на год в Почаев. Она сама там пробыла на послушании год. И через год она приехала с этим сыном, и мы имели возможность всем храмом наблюдать абсолютно здорового мальчика. Абсолютно. То есть опухоль исчезла. Спасибо. Ну вот еще такой вопрос по ходу. Хотя немножко уже коснулись его. А как относиться к чудесам? Желать чудес? Вы уже по части уже сегодня говорили об этом. Как мы православно относимся к этому? Мы ищем чудо? Или это... Вот как относиться к чудесам? Вот чудо произошло. Я напомню ситуацию, вот евангельскую ситуацию. Пример реакции того же, мы сегодня вспоминали апостола Петра. Еще раз помню его. Господь у него в лодке совершает чудо. И что же делает Петр? Он припадает к коленям Господа и говорит, выйди. Я человек грешный. Он, как я понимаю, и может быть я ошибаюсь, он посчитал себя недостойным того, что такое происходит. Он простой рыбак. И вдруг происходит... Вот как правильно относиться к чудесам? Правильно. По православному, по нашему сказать. В Евангелии есть момент, где Христос говорит о том, что будьте внимательны, ибо придут лже Христы для того, чтобы чудесами искусить даже избранных. То есть действительно, вот казалось бы, но даже избранных, то есть даже христиан. Ибо христиане все избраны, да? Человек действительно очень часто может искать чудес. И, наверное, каждого из нас в той или иной мере, на зале нашего воцерковления, тоже привело в церковь желание умолить Бога о каком-то чуде. Особенно это случается, когда у человека есть какие-то проблемы, есть какие-то боли. И мы все приходим в надежде на то, что Господь может что-то для нас сделать. Как относиться к чуду? Осторожно. То есть, наверное, не говорить о том, что оно от лукавого, ибо оно может быть и от Бога. И не говорить о том, что оно от Бога, ибо оно может быть от лукавого. Как написал апостол, что не всякому духу веруйте, но всякого духа испытывайте. Человек действительно жаждет чуда, потому что, как сказал отец Василий, он требует мгновенного результата. Это сыграло злую шутку с человеком еще в раю. Он должен был обожиться, но дьявол ему говорит, съешь, и вот все тебе будет сразу. И вот мы часто не имеем терпения, мы часто не хотим изменять свою жизнь, поэтому мы не слушаем Евангелие, мы не слушаем священника. Мы ищем какой-то способ, как бы принудить Бога исполнить. Мы ищем какую-то формулу, какой мы бы могли принудить Бога исполнить то, что нам надо. У нас уже складывается такая небольшая традиция. Я собираю в социальных сетях, в почте, собираю разные высказывания. Вот сейчас я выбрал три высказывания достаточно провокационные, немножко провокационные. Людей неверующих. Я сейчас вам их зачитаю, а вы захотите прокомментировать. И вот такое, читаю, пишет человек, что бы мне ни рассказывали, как бы я ни хотела поверить, но не могу. Считаю так называемый благодатный огонь обманом. И не может по желанию какого-то там пророка сначала идти дождь, потом надолго прекращаться. Вот это при пророке Илье такое было. Вот человек говорит, не верю, вот не может такое быть. Что мы можем кратенько ему ответить? Вернее, это женщина. Вот что мне рассказывали, вот не верю. Что здесь, может быть, пожалуйста. Первое, что можно порадить, это купить квиток на летак и на Великую Суботу полететь до Иерусалима, до храма Воскресения Христового, где завершивается чудо сходжения благодатного огня. И чувствовать ту атмосферу, которая происходит в храме. Потому что этого передать словами действительно не можно. Не можно передать веру словами. Людина должна сама поверить. Иисус Христос каждой человеке дав свободу выбора и дав певный дар веры. Поэтому, когда человек говорит, что она не верит, это, на самом деле, не правда. Потому что каждая человек имеет это зерно веры. И, если она развивает его, или не развивает его, это зависит от того, что она верит в христианином. А если она не верит в то, что совершил пророк Иллия, то нужно все-таки порадить, совершить молитву до пророка Иллии, чтобы он помог ей поверить в то, что написано в Слове Божьем. Потому что Слово Божье имеет беззаперечный авторитет. И, если человек не верит, то никакие авторитеты для нее не будут вагомыми, никакие доказы и так далее. Поэтому переконовать никого, ни в чем, никто не будет. Людина должна сама для себя решить, чьи она христианином или нет. Да и, кроме того, в комментарии говорится о том, что я не верю в то, что Господь по слову какого-то пророка может послать дождь. Дело не столько в слове пророка. Ведь, если мы вспомним, в какой момент пророк Иллия совершил это чудо, совершил он его из-за того, что северноизраильское царство они поклонялись Ваалу. Это был очень жуткий культ. Ведь Ваалу, то есть Молоху, приносили в жертву детей. И мы знаем, например, из римских источников, что когда Сцепион Африканский осаждал Карфагена, а это колония Финикии, что они там приносили в жертву по 400-600 детей за ночь. Ваалу это жуткий и кошмарный культ. И вот для того, чтобы посрамить и показать, как мы уже сказали, что Господь не творит чудес ради чудес, Господь не фокусник. И вот для того, чтобы показать бессилие Ваалов, для того, чтобы показать, что это ложные боги, что они ничего не могут. Да, пророк Илья помолился, но Господь послал дождь промыслительно, то есть для того, чтобы показать этим людям, что вот это мой слуга, я его слушаю. Не вот этих, которые убивают ваших детей, но вот этого Илью я слушаю. Спасибо большое. Спасибо. Вот еще одно письмишко такое, совсем с вызовом. Читаю. Я считаю, что церковь умышленно рассказывает о чудесах, внимание, чтобы привлечь побольше людей и вытянуть из них деньги. Вот такое вот мнение. Что мы можем тут ответить? Вот чудеса, вы все лжете ради чудес, а денег хотите. Вы знаете, меня в церковь привела тоже одна просьба к Богу о том, чтобы он сотворил для меня одно чудо. И у меня, к сожалению, был такой период, когда я побывал у многих священников. Я искал ту же самую инструкцию, то есть что мне конкретно сделать, сколько поклонов ударить, кому Акафис читать и так далее. И единственное, что я всегда слышал, это одно – молись и положись на волю Божью. Никогда я не слышал о том, что подай там какую-то копеечку, и вот тебе будет счастье. К сожалению, есть действительно такие конфессии, околохристианские конфессии, харизматы, например, протестантские разные динаминации. Да, они действительно обещают исцеление за некоторую сумму денег. У них проходят сеансы с участием многих и многих тысяч людей. Но церковь никогда не обещала никакого результата. Никакого. И ни за какие деньги. Я уверен, что любой священник при обращении к ним с просьбой, батюшка, я вам энную сумму денег, а вы мне чудо, скажет одно – чаду, уповай на Господа. Да, конечно. И последнее послание такое. Человек пишет. То, что принимают за чудо – это простое стечение абсеристов. А люди, склонные к фанатизму, по своей, внимание тут еще не подчеркиваю, необразованности, принимают за правду всякие выдумки. Вот тут упрек нашей церкви, что мы собрание необразованных таких. Буквально, что мы можем здесь сказать? Вот по необразованности вы верите в эти чудеса. Что бы мы здесь возразили? Так же, мы необразованы. В данном случае тут нужно обратиться, обратиться к апостолу Павла, который говорит, что мудрость этого света есть безумие перед Богом. Поэтому, безусловно, эти все заказы в сторону церкви про то, что про неосвященность, про то, что мы тут ци фанатики зібралися, так? Безусловно, мы доверяем Слову Божему. Мы доверяем Святому Писанию. И авторитет Святого Писания является беззаперечной для верующего христианина. И если мы в Евангелии и в Святом Писании читаем про то, что эти чудеса завершились, то, конечно, мы про них рассказываем. Мы проповедуем саме, використовывая слова Иисуса Христа, Святих Апостолов и так далее, Святих Отцов. Для того, чтобы, как перед нами был закид, что вы хотите, какомога больше людей вернуть до церкви. Так, действительно, есть такое божание, какомога больше спасти людей. И мы используем, в том числе, и чудеса. И это не негативный момент, а наоборот. И ось, про то, что церква не обещает результат. Действительно, церква обещает результат. Она обещает спасение. И это самый главный результат, которого может достигнуть человек, пребывающий в церкви. Дякую, дякую. Тим, я приедусь из-за доволения приедусь до ваших слов. Вот, подходим тоже к очень важному одному моменту. Сейчас я сделаю небольшую к нему такую предысторию. Я помню, когда-то видел по телевидению сюжет об одном мальчике, музыканте, который в результате травмы повредил пальцы. Мальчик очень одаренный. И повредил пальцы, и потерял возможность играть на музыке. Кажется, скрипач или пианист, не помню. Пианист. И он, этот отрок, это вот сейчас, вот сейчас, это не 3000 лет назад, а сейчас, молился святителю крымскому Луке. Вот я сам являюсь прихожанином храма в честь святого Луки, святителя Луки Крымского и Симферопольского, да, который сам был врачом и хирургом. И вот этот мальчик, прочитав его житие, он наш почти со временем, он умер в 1961 году, в 1961 году, молился, горячо молился святитель Луке. И, внимание, вот кто нам верит, не верит, я видел этого мальчика, его показывали. У мальчика через некоторое время отросли фаланги пальцев. Вот это есть. Скажу, вы думаете, в аудитории, где это все объявилось, когда он продемонстрировал эти пальцы, больше того, он рассказал, что они выяснили, что он по какой-то там материнской линии родственник святителя. Родственник, что у него какие-то общие корни, они где-то, в общем-то, где-то чуть ли не родственники. Вот все это конкретное чудо, конкретное современное чудо, что из студии вышли люди, уверовавшие, не знаю, я сейчас веду к чему, я веду к чему. Не побежали после этого сюжета, думаю, в храмы, не принимали крещение, люди все равно остаются равнодушными. И вот принципиальный такой вопрос, все-таки, в чем корень неверия? Что, может быть, я иначе поставлю вопрос, что мешает реализации, по проявлению, вернее, появлению веры? Вот что мешает? Что это за препятствие такое? В данном случае мы уже сегодня вспоминали цитату Святого Писания из Евангелия, где сказано, что все возможно верующему. Так, и так же мы безусловно можем привести приклад от батька хворого отрока, который вернулся до Иисуса Христа с проханием сцелить этого отрока. Иисус Христос ему отвечает, что сколько ты можешь верить, веруй, все, возможно, верующему. Так, а он что отвечает? Веруй, Господи, допоможи ему неверию. Помоги ему неверию. Помоги ему неверию. Верующая, воно иснует паралельно в церкви. При цьому деякі можуть путати неверия с сумнівом. Это совсем разные вещи. Верующая людина так же может сумніваться, может ставить запитание, почему так и почему так. Может попробовать певные чудеса, в том числе, через дивиться на певные обстоятельства, которые происходят в их жизни через призму Святого Писания. Но тут важно сказать что неверующая людина может быть разной. Может быть неверующая людина, которая еще не почувствовала присутность Бога в своем жизни и через это она не стала верующей. А может быть неверующая людина та, которая очень агресивно налаштована до церкви. Верующая все критикает, все ставит под сумнів. И в Святом Писании есть такой грех, который называется хулана Святого Духа. Ось неверующая людина, которая агресивно налаштована против церкви, против Иисуса Христа и все откидает, ничего не принимает и при этом все поддает сумніву и величезной критике грешить этим грехом, который не прощается ни в этом мире, ни в будущем. Я хочу обратить внимание, дорогие друзья, сейчас отец Василий затронул очень важный момент. То есть отсутствие веры это результат нашего определенного духовного состояния. Так или нет? Наше духовное состояние, вот вы описали духовное состояние человека, в него не может войти Господь, мне кажется. Вот согласитесь со мной, Руслан, что вот именно от нашего состояния души нашей. Более чем, ибо вера включает в себя ну как минимум два таких момента. То есть это определенный момент мужества. То есть человек должен взглянуть на свою жизнь, понять, каким образом он живет, почему в его жизни происходят те или иные события, и он для себя должен четко ответить на то, что это результат его поступков, его мыслей, его деяний. И второй момент, он связан с нашим нежеланием работать над собой. То есть почему человек не верит, хотя и верит явное действие благодати Божьей, хотя и видит явную руку Божью. Ведь когда мы говорим слово вера, вот что мы понимаем под ним, это не просто то, что я где-то предполагаю существование какого-то высшего разума, как это сейчас модно об этом говорить, чего-то в таком аксиологическое знание. Аксиология это такая философская дисциплина, которая изучает ценности. То есть простейшую аналогию проведу. Так сложилось, что я не футбольный болельщик. Если я сегодня вечером услышу, что играет Динамо Шахтер, но я не футбольный болельщик, поэтому эта информация для меня значения иметь не будет. Я много такого, чего знаю, во что я не верю. Но представьте себе, что я болельщик, например, болею за Динамо. Если я услышу вот эту информацию, что завтра матч, что я сделаю? Скорее всего, что я залью коньяк в грелку, скорее всего, что отпрошусь у начальства, сорву голос на стадионе, потому что это для меня важно. Так вот, вера это то, что подвигает к поступку, а поступок это то, что требует усилий. Подходит к концу наш второй блок, у нас еще остался очень интересный третий блок, важнейший. Но я хотел, вернее, обещал, что расскажу свою личную историю, я очень кратенько расскажу. Около 12 лет назад, вот я не зря вначале говорил о человеке, который имеет смертельный диагноз, я вот был таким человеком, которому поставили серьезный онкологический диагноз, и вот если кто-то слышал такие страшные слова, метастазы и так далее, то эти все вещи я как бы знаю не теоретически. И в то же время я вот спустя 12 лет по умилости Божьей с вами тут провожу программу, связанно-то с тем, что просто по маленькой моей вере, совсем небольшой, по вере моей жены, по вере моих детей, вот и еще потому, что за меня молилось очень много друзей и очень много людей, я выздоровел, выздоровел совсем, вот совсем, больше того скажу, что врачи, которые меня лечили, через года 3, они так уже на меня посматривали, так удивительно, что еще ходят, как-то приходят, а сколько прошло, профессор, сколько прошло уроки, как мы вас ликовали, я говорю, три уроки, ого, хорошо, а потом, а потом я перестал ходить, просто, да, просто Господь и по моей маленькой вере услышал молитву, я хорошо вспоминаю эпизод, заканчивая с собой, я слишком много говорил на себя времени, может быть, моему сыну было 7 лет, и мы с моей женой, и с ним, 7-летним, возле раки Агапита Пещерского, вот, друзья похлопотали, организовали молебен, мы просто просили, чтобы Агапия за меня попросил Христа, и вот попросил, вот, и последний мой вопрос, друзья, вот, меня попросил один человек задать его сегодня, я вот именно по его просьбе задаю этот вопрос, и вам, Руслан, вам, батюшка, а почему бы Богу, если Он всемогущий, спрашивают многие, не совершить такое чудо, так сказать, глобальное, и сделать всех верующих в Него, и просто ввести всех в церковь, зачем, ну, я уже сейчас ставлю точку, вот, почему бы, если Ваш Господь всемогущий, почему Он всех не сделает православными христианами, и все, вот такой вопрос. Христос в Евангелии говорит о том, что Бог есть любовь, любая любовь всегда отступает перед выбором, мы знаем о том, что перед сотворением человека происходил Божественный совет, и ведь личности Троицы решали, сотворять ли человека или нет, потому что это будет существо, которое будет иметь свою собственную свободу, вот, и Господь даже перед сотворением человека знал, что придется для него сделать, что надо будет воплотиться, распяться, перетерпеть мучения, но вера, это именно и есть личностный выбор, полюбить без, насильно, нельзя, нельзя заставить, нельзя заставить прийти человека в церковь, нельзя заставить его поверить, ибо Господу как раз и ценный вот этот момент, это наше движение сердца, когда это наш выбор, поэтому он любовь, если бы он заставлял, он не был бы любовью. Спасибо. Дорогие друзья, пожалуйста, я добавлю только, что при творении, створении люди, Бог даёт людине свободу выбору, ось про это уже было сказано, так ось один святый говорит про то, что когда Господь давал людине свободу выбору, он ишел на певный ризик, знаючи про то, что людина может отвернуться от Бога и пойти в другую сторону, так, но Господь иде на это, потому что он рискует, и потому что не творит роботов, которые будут механично выполнять все функции, которые задает Господь. И я ещё скажу от себя, вот только что пришла такая мысль, вот те наши зрители, которые имеют детей, взрослых, или не очень взрослых, неважно, особенно взрослых, вот скажите, пожалуйста, вы бы захотели, согласились бы на такой эксперимент, вам сказали, вот мы вашим детям дадим такую таблеточку, да, и они вас полюбят, и они вас любят, произойдёт химическая реакция, произойдёт какое-то там у них, что-то произойдёт в сердце или там в уме, и они вас полюбят. Согласились ли вы, чтобы ваши дети любили вас после химического или какого-то другого вмешательства? Уверен, что нет, уверен, что нет. Бог, он, как и любой любящий отец, он не хочет, чтобы мы любили его по принуждению, понимаете, друзья, вы согласитесь со мной? Это невозможно. это и невозможно, да. Спасибо. Мы подводим итог второй части нашей программы, и у нас осталась одна очень важная часть, не расслабляемся. Скажу только несколько таких итоговых слов по второму нашему разделу. Чудеса не только происходят в прошлом. Они происходят сегодня, сейчас, каждый день. Они могут происходить и происходят. Это первое. Второе. Господь Семогущий совершает чудеса чаще всего по вере. По вере. Интересный такой момент, что веры часто не бывает у человека, потому что окошко закрыто, а закрыто оно нашими грехами, нашими, простите, подлостями. И Христос бы хотел жить в нас, мы сейчас будем об этом говорить, а не может, потому что мы такие, что в нас Господь не входит и вера не входит. В нас проблема. Если веры нет, то в нас проблема. И последнее. Чудес никаких искать не надо. Надо положиться на волю Божью и ждать, как он решит. Вот это правильный православный подход. И идем дальше. Сейчас на экране будут и прозвучат достаточно грозные слова Господа, которые он произнес тоже в Евангелии. Пожалуйста, послушаем. Но он сказал им в ответ, род лукавый и прелюбодейный ищет знамения. И знамения не дастся ему, кроме знамения ионы пророка. Ибо как иона был в очреве кита три дня и три ночи, так и сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Я для зрителей наших и в студии и для нас всех. Мы сейчас подходим к очень для людей неверующих, может быть, очень непростому моменту нашей программы. Я прошу вашего полного внимания. Итак, о каком знамении идет речь, если можно, о каком знамении сейчас говорилось? В данном месте Святого Писания Иисус Христос говорит про то, что людям роду перелюбному дастся знамения только его воскресенье, триденного, тридневного воскресенья, порівняючи себя с пророком Иону, который перебывал в черве кита три дня и три ночи. Так само Иисус Христос помер на Христі и через три дни Він воскресает. Тому безпосередньо в цьому месяц Писания говорится про воскресенье как найбільше чудо, которое совершил Иисус Христос. И это знамение. Чему это знамение? Потому что это найбільше из чудес. Есть боговтяние Иисуса Христа, что тоже является чудом, и безпосередньо воскресенье Иисуса Христа. При цьому очень важно тут сказать что все святые в том числе святитель Игнатій Брянчанинов и святитель Иоанн Санфранциский разделяют понятие чудес и знамения. Говоря что чудеса это что совершил Иисус Христос тихо, смиренно. И все чудеса которые совершил Иисус Христос он не совершил ее на показ. Тому безпосередньо основой чудес смирение, кротость и простота. Он не показывает это. И в деяких местах Святого Писания в Евангелии Иисус Христос забороняет рассказать про совершенное чудо. А в данном случае про знамения он говорит что только одно знамение будет дано роду Перелюбному это его славное воскресенье. А вот продолжая это а почему именно воскресенье есть то чудо которое действительно величайшее чудо Руслан попрошу вас прокомментировать величайшее чудо причем чудо имеющее отношение ко всем живущим независимо от того живет он в православной стране или живет он совершенно в языческой стране и вообще поклоняется может каким-то языческим богам и совершает какие-то ужасные жертвоприношения а это чудо касается чудо воскресения я имею ввиду вот тридневного воскресения дорогие друзья батюшка же сказал что как иона был три дня в черепе китове так господь на третий день воскрес тоже был три дня он сходил в ад и на третий день воскрес вот это вот знамя так вот мой вопрос почему чудо воскресения имеет отношение ко всем абсолютно живущим на земле следует уточнить вот такой момент чудо да но с точки зрения бога это явление природное присущее ему ибо он господь ему не свойственна смерть более того человек вот почему мы боимся смерти потому что мы созданы бессмертно это чудом чудом не есть сам факт воскресения а сам факт жизни вот это чудо той жизни которая касается каждого из нас вот и дело в том что человек не должен был умирать он у Ефрема Сирина одного из очень удивительных отцов церкви у него есть очень интересная мысль по поводу того что если бы человек в раю не поспешил он должен был бы обожиться еще там мы не узнали бы смерти но человек не доверился богу он поспешил и поэтому с того времени он стал смертными преодолеть вот этот вот этот рубеж смерти человеку самостоятельно невозможно вот поэтому важен был приход того кто имеет эту силу важен был приход того кто может перейти эту грань и за кого мы можем уцепиться и пройти вместе с ним то есть стать частью его в Евхаристии и таким образом поскольку мы становимся простите за выражение такой клеточкой Христа да и вместе с ним пройти вот этот рубеж смерти спасибо большое спасибо ну да конечно я просто для зрителей скажу мы еще объясним сегодня вот по поводу Евхаристии надеюсь еще объясним Руслан сейчас употребил этот термин я имею ввиду наших зрителей которые пока еще не вошли в лоно церкви но очень важный момент я подчеркиваю сейчас Батюшка сейчас обязательно Руслан коснулся величайшее чудо Господь умирает на кресте и воскресает оно имеет отношение к нам потому что он возвращает нам возможность снова преодолеть смерть и снова жить вечно я правильно понял да Батюшка пожалуйста суть свята да чудо воскресения містится в тропаре свята где сказано что Христос своим воскресением пребагает своей смертью перемагает смерть всех людей да таким чином открывает двери в царство небесное для каждого для каждой люди верующей не верующей но безусловно такая потенциальная есть у каждого да пожалуйста даже вот такое еще дополнение мы часто с нашими протестантскими ну скажем так братьями вот мы часто дискутируем по поводу вопроса о предании что это такое потому что они говорят о том что это все что-то такое придумано и так далее самой церковью но дело в том что первое предание оно имело место еще внутри троицы потому что сам Христос говорит вся суть отца мне предана то есть все что что есть у Бога Отца есть и у Христа и это же он пришел и нам дать о чем он и просит в молитве в Гесеманском саду что да будут они там где и мы то есть если если у Бога Отца есть вечность если у него есть вечная жизнь если у него есть полнота бытия то именно это Христос принимает от Бога и этим пришел с нами поделиться это же и пришел нам дать спасибо и так идем сейчас будем двигаться дальше и так мы крещенные во Христа соединившись с ним в таинстве крещения мы становимся причастными и его крестной смерти и его славному воскресению и только таким образом можно снова вот обрести то что было потеряно в результате грехопадения мы стали смертными преодолеть смерть вот ту самую смерть которую мы будем прямо говорить все так очень боимся боимся мир не любит говорить о смерти он прячет ее прячет своих покойников а в православной церкви говорят да нет же если ты со Христом то у тебя есть возможность быть причастным чуду его воскресения а ты с ним тоже воскреснешь для вечной жизни вот ну что может больше смерть побеждена сейчас перед тем как подойти к очень непростому вопросу может быть важнейшему сегодняшней нашей программе я хочу такой легонький вопрос задать скажите а вот не кажется ли вам согласитесь вы со мной что вообще-то мы сейчас говорим о таких глобальных чудесах безусловно сейчас будем говорить о них но ведь о рождении ребенка это не чудо да вот ребенок родился чудо а вот то что предположим вселенная огромная которая конца не имеет его господь для чего создал для того чтобы туда коллайдеры летали да нет же а вот для чего он создал я думаю что для нас вот просто любит нас вот смотрите вот вам такое вот прокомментируйте если можно вы согласитесь со мной что наша жизнь полна чудес конечно 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 с ним не можно не погодить потому что дейсно народжение дитини это является величным чудом и про Иисуса Христа про его народжение сказано что Иисус Христос народился и что это велика благочестива тайна таемница про народжение спасителя так и безпосередньо утворение плода людини в утробе материи это также является величезным чудом и это до конца лекарь даже не могут пояснить как это происходит процесс зароджения людини процесс ее утворения как формуются органы как формуются маленькие клетины в организме материи поэтому безпосередньо и про народжение дитини так же мы говорим как про певное чудо так и про створение цего света который створен премудро нашим творцем потому что Бог есть премудрость и створил этот свет давши этому свету певные законы по которым движутся планеты по которым действует скажем этот всесвет поэтому безпосередньо тут не можно не поводиться с вашим тезисом а вот сейчас я хочу Руслан вы начали эту тему я хочу к вам поэтому и адресовать дорогие друзья наша программа подходит уже где-то скорее уже выходит на коду постепенно но мы сейчас подошли может быть главнейшему вопросу одному из главнейших вопросов сегодняшней нашей программы Руслан упомянул сегодня слово евхаристия вот отец Василий и я и Руслан и я и многие сидящие в студии сегодня участвовали евхаристии да вот я вот причащался батюшка наверняка тоже а вот для тех сейчас будем говорить кто совсем или почти совсем ничего не знает я подвожу сейчас разговор к самому главному чуду которым мы сегодня земная церковь располагаем которому каждый сидящий сейчас перед телеэкраном может к этому чуду подойти и быть ему причастным причастным я говорю о евхаристии о том что происходит на главном богослужении православных христиан вот что происходит пожалуйста руслан начните пожалуйста этот разговор вот что происходит дело в том что когда человек согрешил в раю с ним произошло самое ужасное что вообще может быть с человеком он заболел и болезнь это неизлечимо то есть он заболел смертью потому что даже рождаясь в этот мир человек он уже больной то есть с каждым днем с каждой секундой каждое мгновение нас приближает к одному рубежу к концу нашей жизни и как мы уже сказали господь пришел на землю для того чтобы человеку дать то что у него есть вечную жизнь но знаете есть такая формула радикального материализма которая звучит таким образом что человек ест есть то что он ест действительно мы если вспомним корнея чуковского у него есть там один такой момент когда внучек спрашивает бабушку бабушка вот почему я ем вернее пью молоко сок чай выливается из меня только чай потому что мы то что потребляем мы притворяем в себя то есть мы состоим из того что мы едим а вот евхаристия это та еда та пища которая нас притворяет в себя То есть, если мы притворяем себя пищу, то Евхаристия, наоборот, нас притворяет себя. Таким образом, когда мы причащаемся, мы становимся частью самого Христа. Давайте немножечко для наших зрителей необизнанных, батюшка, еще чуть-чуть давайте этот момент развернем. Что происходит, когда люди причащаются в таинство тела и крови Христовой? Прокомментируйте, пожалуйста. Вот это главнейшее чудо, которое вы сегодня совершали же Евхаристию? В данном случае я хочу ответить на ваши вопросы. Пожалуйста. Привезти слова Иисуса Христа из Тайной Вечери, где Иисус Христос, завершивши звичайную вечерю своими учнями, после вечера вказал на хлеб и сказал, что это мое тело, которое за вас притворяется. Вказал на звичайную чашу с вином, что это моя кровь, которая за вас будет притворяться. И это творит мой спогад. И в другом месте Святого Писания мы читаем про это слова Иисуса Христа, что Он говорит, кто будет ести тело моё и пить мою кровь, в том я перебываю, и он в мене перебывается, и я воскрешу его в останний день. В данном случае тут нужно объяснить и сказать про то, что Таинство Евхаристии – это причащение тела и крови Иисуса Христа под виглядом хлеба и вина. Но только в православной церкви происходит в точности, как говорил Господь в Евангелии. Сейчас отец Василий об этом говорил. То есть вы должны есть тело моё, пить кровь мою, и тогда будете иметь вечную жизнь. Встреча с Спасителем и с Садителем нашим происходит как в больших храмах, так и в крошечных каноничных церквушах. Главное, чтобы был канонический священник или епископ. Совершалась Евхаристия, и Господь приходит туда, где совершается Евхаристия, и Он раздаёт себя верующим. Вот это величайшее чудо. И это сокровище, которым мы, православные христиане, обладаем. И вот те, кто ещё не сделал шаг к православной вере, вот знайте, что у нас вы найдёте вот это. Вы встретитесь с самим Господом Иисусом Христом, станете Его частью, причаститесь Его. А в Нём нет ни болезни, ни греха. Он совершенный Бог. И вот это происходит в маленькой церквушке под Киевом, или там под Житомиром, или в Большом Соборе. Неважно. Это происходит на православном богослужении. И вот здесь присутствует уважаемый протеориотец Василий. Мы его, скажем, Он совершает Евхаристию, когда Он служит, и любой канонический священник или епископ совершает таинство, в результате которого верующие во Христа могут с Ним соединяться. Вот какое мы сокровище имеем. Я, знаете, вот вспоминаю, сейчас уже заканчивать нужно этот важнейший блок, я надеюсь, что мы объяснили. Я вспоминаю покойного отца Алексея Грачёва. Был такой, сейчас уже многими забытый, замечательный батюшка, погибший рано, очень погибший рано. Он был детским врачом и священником. Вот как отец Василий. И вот я читал его книгу об исцелениях детей. И он говорит, что ему привели девочку внешне, небольшую девочку, внешне совершенно. Она не говорила, была похожа на волчонка, не было речи. Ей было лет 10 или 11, но она была просто как зверек. Вот просто как зверек. Он это говорит и как врач, педиатр, и как священник. И он сказал, ну что я сказал, давайте начнем ребенка, ребенок крещен Христа, да, крещен православный, да, да. Давайте будем причащать. Девочку стали причащать. И со временем этот ребенок постепенно обрел речь. Стал говорить. Стал совершенно нормальным. Девочка просто стала нормальным человеком. И отец Алексей пишет в своей книге, если соберутся умники всего мира и будут мне говорить о том, что нет Бога, или что наши таинства недействованы и так далее, я предъявлю эту девочку. Вот. Она вот мое свидетельство перед миром. Большое спасибо. Давайте подведем кратенький совершенно итог нашего разговора. Я буду просить нашу студию. Мы в конце программы всегда задаем нашим гостям коротенькие вопросы, подготовиться. Я лишь скажу только то, что в мире Божьем действительно все чудесно. И рождение ребенка, и рождение звезды. Все это промысел Божий, и все это замечательно. Но только в православной церкви, и только верующие православные имеют счастье соединяться с Богом. Вот такое чудо имеют. И носить его в себе. Он говорит, что хочу... Господь говорит, я хочу жить в вас. И мы обещаем тем, кто захочет прийти в нашу церковь и присоединиться к нам, православным, вот такую встречу. И вот такое сокровище. Господь хочет вжить в каждом из нас. Прийти и сотворить в нас обитель. Но выше такого чуда ничего быть не может. Создатель мира живет в человеке. Можно ли это понять разумом? Нет, нельзя. А можно понять это верой? Да, очами веры эта величайшая истина открывается. Ну что ж, дорогие друзья, сидящие в студии, спасибо вам за большое ваше внимание. Теперь наши зрители... Прошу прощения. Теперь наши гости от наших зрителей готовы услышать несколько коротких вопросов по теме нашей программы. Пожалуйста, кто хочет задавать вопросы, пожалуйста. Добрый день. Вопрос такой. Сегодня прозвучало такое слово «каноничная церковь». Какое может быть чудо сокрыто за этим словом? Почему именно в каноничной церкви совершаются чудеса? Ведь и другие конфессии тоже твердят, что у них чудеса совершаются. Замечательный вопрос. Спасибо вам большое. Замечательный вопрос. Ну давайте отвечать, пожалуйста, кто отвечает. В данном случае тут нужно вспомнить место Святого Писания, книгу Деянь Святих Апостолов, где мы читаем про сходжение Святого Духа на апостолов. Мы это свято знаем как Тридцю, День Пятидесятницы. Так и саме Святий Дух через апостолов стверджует, створюет церкву, християнскую церкву, где пребывается до сих пор. И безусловно через апостолов ця апостольская приемственность передается с поколения в поколение. И если человек выйдет за межи церкви, то эта приемственность втрачается. Если священник захочет завтра створить свою церкву, церкву своего имени, безусловно эта апостольская приемственность будет втрачена. И таким образом истинство не будет завершиваться в церковном среде, в церковном или околоцерковном и так далее. Поэтому безусловно говорить про то, что чудеса завершиваются в каких-то других конфессиях, в других релігиях, в других деноминациях, в повном понимании этого слова не можно. Хотя, если мы возьмем, например, ислам и читаем про пророка Мухаммеда, то мы увидим, что действительно он так же творил чудеса, но они отличаются от тех чудес, которые совершил Иисус Христос. Пророк Мухаммед, много чудес, которые он совершил, это чудеса, которые увеличивали его личность и доказали его божественное походление, что он является от Бога, что он является от Аллаха. Иисус Христос фактически не совершил чудес для того, чтобы доказать свое божественное достоинство. Хотя это доказывает, что он является Сином Бога. Поэтому безусловно тут также нужно сгадать, возможно, даже те чудеса, которые совершаются в каких-то протестантских деноминациях. Бог может дойти в других релігиях. Тут нужно сказать про это и сказать про то, что он совершил чудо не относительно самои релігии, а относительно веры тієї люди, которая обратится к Богу. И Господь может также дойти прикровенно, враховывая веру тієї или иной люди, независимо от того, в каком конфессии она находится. Спасибо. Дорогие друзья, как только человек вышел из законной канонической церкви, он стал раскольником, ушел в раскол, туда Господь не приходит. В их собрание раскольников Господь не приходит. И в связи с этим там чудо не происходит. Каноническая церковь – это церковь Христа. А все остальные церкви, извините, не канонические. Это не церковь Христа. И там чудеса не происходят. Вы не возражаете, нет? Я наречусь только дополнение. Да, пожалуйста. Действительно, человек, приходя в церковь, может найти что-то, что ему может не понравиться. Например, язык богослужения. Например, какое-то иерархичное устройство. Например, какое-то непонимание обрядов, что-то еще. Но дело в том, что отпадение от церкви – это проявление некоторого несмирения, то есть гордости. То есть у вас тут вот все неправильно, я знаю, как переделать. Вот у Христа не получилось, по мысли такого человека, сделать церковь. У апостолов не вышло. А я знаю, как лучше. Поэтому вот мы тут себе собрались, как политическая партия, знаете. Приняли устав, избрали президию. Ну и все, теперь ты, Господи, должен. Но дело в том, что первые, кто возгордился, мы знаем, кто был. О, да, 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 лукавый. И вот поэтому, действительно, мы сегодня говорили о том, что он может соблазнять чудесами. Поэтому среди людей, одержимых гордыней, одержимых самомнением, что вот только они понимают, как надо, и они знают, что делать. Среди таких людей Духа нет. Ну, вернее, и Святого Духа нет. Среди них присутствует некоторый другой. Спасибо. Ну что, есть еще какие-то вопросы? Вопросы очень интересные. Спасибо. Еще есть какие-то вопросы? Да, добрый день. Вот батюшка, когда говорил о чудесах, которые совершал Господь Евангелие, он сказал, что Христос восстанавливал природное течение. У меня такой вопрос. Первое чудо, которое совершил Христос в Кане Галилейской, когда превратил воду в вино. Какое течение восстанавливалось там? И, истекая из этого вопроса, еще один вопрос. Как понять, вот если совершается какое-то чудо на глазах, как понять, для чего оно и как его трактовать? Спасибо. Когда я рассказывал о том, что Иисус Христос действительно восстанавливает втраченный порядок, который был втрачен в результате грехопадения, я привел три понятия. Я говорил про страждание, я говорил про хвороби и говорил про смерть. Я не сгадывал про то, что безусловно чудо, которое совершил Иисус Христос в Кане Галилейской, перетворение води в вино, безусловно, что это было восстанавливание втраченного порядка. Я тут пояснил этот момент. А второй момент вашего вопроса. Как понять, если видишь чудо какое-то своими глазами, как понять, для чего оно и делать вообще, стоят ли выводы какие-то? Так, мы про это також говорили. Для уточнения скажу, что безусловно чудо нужно относиться очень обережно и проверить его, если действительно оно от Бога. И в данном случае тут есть несколько моментов, на которые мы должны обратить внимание. Первое, это то, что чудо обовязково мает моральный аспект. Про это мы також говорили. Обовязково чудо мает певную настанову. Другое, это то, что чудо обовязково мает быть переверено через благочестя человека, потому что мы много говорим про чудеса. При этом забываем, кто совершает это чудо. Если чудо совершает какой-то священный, например, очень много сейчас распространено информации, что обратитесь до того священника, или до того человека, который совершает чудеса. И тут есть определенная опасность, что эта человек может через свою гордость, про которую мы уже сегодня загадывали, впасти в определенный момент прелест. Есть такая духовная хвороба. И безусловно через эту человеку будут совершиваться саме лжи и чудеса. И таким образом, человек сама перебывает в состоянии греховности, в состоянии нерозумения в состоянии, в котором она находится, совершает чудеса и ведет людей не в ту сторону, куда нужно. Это очень большая современная проблема, которую нужно решить. Когда мы говорим о Кане Галилейской, мы должны вспомнить, что своим присутствием и своим чудом Кане Галилейской Христос благословил брак. Мы знаем, что Ветхий Завет разрешал многоженство. То есть у мужчины могло быть несколько жен, хотя Господь сотворил Адаму одну Еву. И это и есть христианским пониманием брака, что именно между одним мужчиной и одной женщиной может быть построена их маленькая церковь. То есть мы в некотором роде можем сказать, что Христос и в Кане Галилейской восстанавливает то природное бытие человека, которое он имел в раю, когда был один Адам и одна Ева. Я еще сейчас еще вот только вот еще тоже по этому вопросу и я скажу, ставлю свои, простите, опять копеек, и будем выходить на финал. У одного из старцев, я читал, по-моему, в Добротолюбии, вспоминается такой эпизод, когда старца спрашивают, в святой жизни такого монаха спрашивают, вот Ава, вот как относиться к чуду, там вот у нас брат есть один, вот у него келья тут недалеко, у него там какие-то вещи происходят такие вообще очень чудесные какие-то вообще, по его молитве он чуть ли не стоит на воздухе и так далее. На что тот отвечает, старец, говорит, что если на твоих глазах брат даже на небо начнет возноситься, хватай его за ноги, тащи его назад, сие ему не полезно. Эта история реально, она говорит о том, как относиться, вот именно вопрос был, как относиться к чудесам. Так относиться. Мы не достойны чудес. Если происходит это по милости Божией, мы смиренно это принимаем, не впадаем ни в какие там ахания, экстазы и так далее, принимаем спокойно. Лучше не верить, чем поверить и пасть прелесть, о которой говорил сегодня отец Василий. Мы сегодня уже упоминали о том, что чудеса могут быть явными, да? И как бы люди с ними соглашаются, но при этом человек сам не меняется, и он может быть даже и не верит в это. Так вот, иногда кажется, что самым большим чудом на сегодня является чудо верующего сердца. Когда человек увидел что-то, ну вот явное чудо, и поверил в Бога. Это перемена, и иногда такая перемена может произойти не явно вот по какому-то чуду, а иногда по молитвам других людей. Как Вы считаете? С Вами стоит только согласиться. Согласиться, конечно. Потому что действительно, об этом мы уже сегодня сказали, что действительно перемена сердца человека – это величайшее чудо. Поэтому по действиям Божественной благодати, по молитве, по исполнению заповедей, Господь совершает это чудо. Перемены сердца человека, перемены ума, и человек достигает самого главного в своей жизни. Это спасибо. Даже пример можно привести. Агустин Блаженный, которого мы упоминали в начале. Он, как известно в молодости, был человеком, ну очень такого разгульного образа жизни. Да, неоднозначно. Да, он успел побывать во всевозможных сектах. Он успел побывать и перепробовать все удовольствия, которые мог мир ему предложить. Но, к счастью, у него была мама, которая в некотором роде, можно сказать, сына и отмолила. Да, да. Вы вспомнили как раз об Августине, и ее духовный отец мамы сказал ей, «Я знаю вас, знаю ваше сердце, я не сомневаюсь, что Господь услышит вашу молитву о вашем сыне». И так оно и получилось. Мне кажется, что наш разговор был небесполезным. Я хочу на это надеяться. Буквально два слова в заключении хочу сказать. Давайте сделаем такие кратенькие выводы. Итак, чудеса всегда от Бога. Чудеса происходили в древности и происходят сейчас, и будут происходить до тех пор, покуда существует Церковь Христова. Это раз. Второе. Любой православный христианин имеет опыт, имеют опыт, говорящий ему о том, что вот в мою жизнь вмешивается Господь. Прежде всего, это ему открывается, конечно же, в таинствах Церкви, о которой мы сегодня говорили, и в таинстве Евхарисии прежде всего. И, наконец, третье. Величайшее чудо, как сегодня не раз говорили и участники программы, и вообще мы сегодня вспоминали об этом. Величайшее чудо – это когда человек не верил, а потом поверил и обратился сердцем к Господу. Вот в заключении я всем нашим зрителям, не пришедшим пока в храм по каким-то причинам, желаю, чтобы это чудо вошло в вашу жизнь, чтобы Господь постучался в ваше сердце, и вы ему открыли, потому что он хочет там жить. До новых встреч, дорогие друзья, в программе «Лестница в небо» на канале «Киевская Русь». До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ